Всем привет, я Нокс. Это завтрак выходного дня. Выспалась, отдохнула немножко и, в общем, сделала гениальный завтрак, как я считаю. Но для меня гениально. Это рулет. Это делают яичный рулет. Японцы, корейцы, китайцы. Внутрь у меня... Они заворачивают всё, что угодно. Креветки, лук. Кстати, лука очень много едят. Редьку, кимчи, морковь, всё, короче, туда кладут. У меня сегодня жареный лук. Морковь, икра, трески. Такая баночка продаётся. Железных я взяла попробовать. В общем, само яйцо, специи, соль и так далее. Сосиска отварная просто у меня. Я перешла к питанию моему, на котором я худела. На котором я сбросила 28 килограмм. Кому это интересно, подключайтесь в этот челлендж. Челленджей в этом году будет много. И белковый день. В общем, я сегодня ем только белок и овощи. Ну, плюс там специи, соль, перец и так далее. Вот. Сверху у меня соус терияки. Хотя он не совсем подходит. Там есть сахар в составе. Ну, что-нибудь ещё придумаем. Он скорее подойдёт у нас на углеводный день. Лук зелёный. Лучки маринованные. Маринованная свекла. И салат. Это я использовала сегодня новый гаджет. Найсер дайсер. Натёрла на нём. Ну, не очень удобная штука. Потом, либо я её... О, как руки кривоваты. Либо всё-таки она не самая лучшая. Вот. У меня там редька, морковь и репка. И чуть-чуть сырного соуса. Пью чай и кофе одновременно, как всегда. Наслаждаюсь ёлочками всякими. Меня почти не бывает дома, поэтому в выходные хочется праздника. Вот. Что читаю? Сейчас я прям активно включилась в чтение вот этой книги. Адам Симко. Котряд мёртвых. Я не скажу, что она прям гениально написана, но достаточно увлекательна. Мир интересный. И взаимоотношения героев интересны. Самые герои, ну, такие иногда, конечно, недописанные. Но, в общем-то, привлекающие внимание. Ну, и, скажем, я вот жду, как тут за уши притянут развязку всей этой истории. Вот. Что касается моего новогоднего, предновогоднего челленджа на отжимание. Ещё пока не начала. Наверное, начну сегодня. Вот первое, второе. А сегодня уже шестое. К сожалению, пока тишина. Ну, придётся всё заново. Блин, мышцы будут болеть. Это жесть. Ну, ладно. Я знала. Я разрешила себе почилить. Продолжаю листать вот эту книженцию, пока была застрявшаяся. И мне вот сейчас очень понадобится, так как у меня будет два дня, когда я не смогу есть мясо. Мне придётся готовить много из овощей и углеводов, и она мне пригодится. Вот так вот. Листаю кулинарный календарь. И сегодня у меня тут интересный был рецепт. Сегодня 8 января. Понедельник. Фальшивый зайц. Вот интересно. Почитаю, что это такое буду делать. Имитация зайца. Мясо зайца. Почитаю пару стихотворений вот отсюда, пока буду есть. И тут идея с печеньками появилась. Возможно, будут печеньки. Хотя нет, сегодня у меня по плану пересадить растения. И снова горшка маленького побольше. Потому что, боюсь, оно не доживёт до весны, как я хотела. И сделать суши. Ну, в принципе, послезавтра углеводный день. Вот. Возможно, будут печеньки. Завтра. Но послезавтра. Как-то вот так вот. Опишите, чем вы там себя поднимаете в посленовогодние дни. Есть ли у вас планы. Я сегодня не планирую что-то попланировать. Планирую что-то попланировать. Вот. Чем вы там завтракаете с утра? А ещё оливье осталось или уже надоело? Вот. И ставьте лайки. Подписывайтесь на мои соцсети внизу. Это меня будет стимулировать на написание новых видео. И просто приятно с вами пообщаться. Всем пока-пока. Вкусной еды и хороших книг. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.